так друзья всем привет я на даче я опять 1 вот в общем чё там нецелесообразным посчитали ехать всей кучей с мужем с кошками очень накладно это все вот можно было конечно алису оставить мышу взять но все равно это место в поезде не знаю как она бы перенесла она давно уже не ездила в переноски так долго и потом здесь прохладненько вот конечно топить бы пришлось полдня в общем и накладно по деньгам вот поэтому я решила одна и как-то знаете когда один ты свободен в своих действиях ты можешь делать что хочешь когда хочешь в общем с кем хочешь как хочешь вот и ни к чему не привязан ни ко времени не к там каким-то обязанностям вот дома его оставила у него шведский стол все ему наготовила там и супы и котлеты гарнир в общем не голодает вот два дня ничего страшного конечно можно было бы здесь есть работа и мужская вот но ничего страшного сейчас пока погода хорошая надо все пересадить пересадить цветы то что у меня две клумбы вот мои любимые основные они все заросли все травой поросло уже цветы выперла все корень наружу надо все рассаживать пересаживать вот так что сейчас вам покажу что выкопала сейчас чищу картошку себе ужин готовить вот так что такие дела сейчас вам покажу вот в общем выкопала герань многолетнюю декоративную две хосты значит с такой вот с зелеными полосками и вот эту вот она должна быть крупнолистная но так как росла на временном месте то плохо вот еще значит вот такой какой-то цветочек желтым цветет и вот этот забыла как называется буронера что ли с красными листьями она что-то совсем у меня стала загибаться на той клумбе возле дома я решила ее пересадить и вот чищу себе картофан к обеда ужину вот тут пока без изменений вот сейчас вам покажу какое удобрение купили вот такое вот осеннее вот как я в прошлый раз или не помню вам показывала калием магнезию вот здесь как бы все включено специальное осеннее можно под перекопку можно при посадке при пересадке просто сверху при ствольный круг посыпать горсточкой потом допустим замульчировать там сеном вот действует он при температуре выше 15 градусов вот можно полить можно не поливать он сам работает средство само работает вот и сейчас буду сажать цветы вот это добавлю еще завтра мне нужно перекопать прямоугольную грядку там это же туда внести вот эту вот и доломитовую муку вот и пойдемте чуток вам покажу так видите у меня вот там вот барбарис виднеется подрос в этом году зимой его немножко преломила снегом я думала что он не вырастет но он дал свежие побеги и довольно крупно уже вырос надеюсь побыстрее начнет уже расти потому что хочется большим большим кустиком его видеть вот и сегодня я вот здесь вот копаюсь готовлю местечко траву убираю перекапываю там где в общем цветы цветы обхожу и вот готовлю местечко чтобы пересадить хосты и вот эту бронеру и герань вот так что тут немножко облагородить тут еще покосить надо это завтра наверное думаю с утра вот немножко вырезала лишнюю малину поросль такую мелкую которая вообще уже ничего не дает вот какие-то палки сухие и вот вот это вот все траву это завтра с утреца наверное покошу вот и получается мне нужно еще вот этот вот центральную грядку вот эту прямоугольную перекопать и вот внести доломитовую муку и вот это осеннее удобрение и еще если успею если успею хотя это не прям такое срочное явление заняться клубникой вот которую мы сажали вот ну и соответственно надо все обрезать вот эти все все что отсвело надо все обрезать вот так что такие пироги сейчас почищу картошку поставлю жалится и пойду уже сажать вот он Продолжение следует... 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 Вот, так что, что хотела с вами обсудить. У нас здесь на даче есть люди, с которыми мы уже много лет общаемся, соседи. Вот, и прошла такая новость по району, да, что я вышла замуж. И, конечно же, все это обсуждается, перетирается. Вот, также встал вопрос, зачем, зачем я сменила фамилию? То есть, зачем я взяла фамилию мужа? Мне, знаете, вообще, в принципе, не ясно, почему это людей волнует. Вот, как вот вы относитесь к тому, что окружающие интересуются такими вопросами? Ну, то есть, вот, если бы у вас такая ситуация была, то есть... Я человек культурный, вежливый и стараюсь, как бы, не хамить. Вот, но считаю, что это, как бы, моё личное решение, ну, мой личный взгляд на жизнь. Вот такой вот. Я считаю это правильным. Я же, как бы, не сама по себе. Это моё решение. Я, как сказать... Считаю, что так должно быть, так нужно делать. Вот. У каждого своё мнение. Надо менять фамилию, не надо менять фамилию. Вот. Также встал такой вопрос, что, типа, возраст уже не тот. Во-первых, зачем вышла замуж? Можно было и так пожить, потому что уже не 17 лет. Второй вопрос встал, типа, опять же, не 17 лет, зачем менять фамилию? Ну, вот, мне вот эта политика не очень понятна. Даже не столько, почему люди спрашивают. Как бы, я в ответ сказала, что, а что вас смущает? Потому что, как бы, это, ну, моё решение, это мой такой взгляд на жизнь. Я считаю, что это правильно поменять фамилию на фамилию мужа. Вот. Как это вот... То есть, не с точки зрения невежливости, а именно вот как доходно, доходчиво объяснить людям. То есть, люди, я говорю, это моё мнение, люди этого не понимают. Я говорю, это моё решение, я считаю это правильным. И, опять же, люди не понимают, а почему. А что нельзя было так пожить? А зачем расписываться? А зачем, тем более, фамилию менять? Разве это вообще ваше дело? Ну, знаете, опять же, не хочется грубить, да, говорить, что это не ваше дело. То есть, я объяснила, что такова моя позиция. Такие мои убеждения. Но люди всё равно не понимают, зачем так было сделано. А. Я понимаю. Такие мои убежденияnis. Компеторт. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, я решила сразу две котлеты пожарить, потому что у меня оказывается окончается масло, и я в общем не уверена, что мне завтра хватит. Поэтому решила две пожарить, и завтра я просто подогрею вместе с картошкой. Так, ну что, тут оставляю все готовиться. А сама пошла переодеваться и сажать цветы. Буду периодически заглядывать, смотреть, что тут у меня как. Так, вот, и еще попозже с вами пообщаемся. Может быть завтра, не знаю, если сегодня получится, то сегодня. Оля, тебе привет. Ты мне спрашивала по поводу участка. Расскажу. Ну, то есть, ты спрашивала, почему он такой большой. На две ли он семьи, или он просто такой большой. Вот. Я уже как-то говорила об этом, рассказывала, но повторю, ничего страшного. История там такая очень запутанная, очень интересная. Поэтому, наверное, завтра, или сегодня попозже вечером, может быть, в доме, когда свет включу и поболтаем с вами. Вот, так что пошла переодеваться и делать дела. Итак, напишите в комментариях, вот, что вы думаете по этому поводу. По поводу вот этих вопросов, которыми люди интересуются. Как вот, если бы вам такое, вас такое спрашивали. Как вот вы бы отреагировали, и если бы это были неоднократные вопросы, то есть, с особой периодичностью задавались бы одними и теми же людьми. Вот. В общем, увидимся попозже. Вот. Вот. Вот.